МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава уделил зданию начальной школы. Это здание построено в 1963 году и нуждается в капитальном ремонте. В печальном состоянии находится кровля здания, цоколь, отмостка, на что глава поручил подготовить проект на смертную документацию. Сейчас же здесь ведутся работы по косметическому ремонту, как внутри, так и снаружи. Стоит отметить, что в начальной школе обучается 322 ребенка, всего же в школе 820 учеников. А вот начальная школа номер 59 уже готовится к капитальному ремонту. Здесь заменят полы и кровлю, средства выделены из районного бюджета. Стоимость работ составит более 2 миллионов рублей. Строительные работы начнутся после проведения процедуры аукциона. Начальный класс, особенно надо уделить внимание, чтобы ребенок, когда приходит в школу, он не должен с каким-то проблемами сталкиваться. Все должно быть комфортно, светло, красиво, уютно, чтобы, переходя с садика в школу, была такая же уютная атмосфера, как и в садике. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы максимально в этом году, в следующем году все эти моменты закрыть. Далее руководство района посетили Дом культуры. Всеми любимое место жителей во время праздничных мероприятий оснастили экранами, создающими эффект 3D. Шикарное приобретение придаст колоссальные возможности для проведения не только праздников, но и научных конференций, презентаций, концертов. Экран устанавливают по программе софинансирования краевого и поселенческого бюджетов. Стоимость 1 миллион 960 тысяч. Следующим этапом планируется строительство Дома культуры на хуторе Коваленко. А пока поселок Афибский готовится к празднованию 153-й годовщины со дня основания, которое состоится 25 августа. Посетил глава района и лицей. Сейчас в лицее организованы лагерь дневного пребывания и лагерь труда и отдыха. Для ребят организовано двухразовое питание. Питаются дети. В обновленном обеденном зале вместо неудобных деревянных лавочек приобрели красивые современные стулья и столы. Обновили также читальный зал библиотеки. За счет спонсорских средств установлены одноместные столы и удобные стулья. Приобретены все необходимые строительные материалы для проведения текущего ремонта школы. Средства выделил районный бюджет. Подала школа заявку и на оснащение инженерных классов, так как здесь присутствует физико-математический профиль обучения. А также к новому учебному году оснастят в соответствии с условиями по организации труда кабинет технологий для девочек. Лицей поселка Афибского является одним из самых крупных образовательных учреждений Северского района. В нем учатся дети из других населенных пунктов района и республики Адыгей. Отрадно, что Афибский лицей стабильно входит в топ-100 лучших образовательных учебных заведений Краснодарского края. Северский храм Спиридона Тремивунского принял новых православных христиан. В честь празднования Дня любви, семьи и верности при поддержке отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав в станице Северской состоялось крещение детей. Крещение – важнейший обряд жизни каждого христианина. Именно с этого таинства начинается приобщение человека к вере. Главная часть крещения – надевание нательного креста на новообращенного. Отныне крещеный становится полноправным православным христианином и получает второе духовное рождение и церковное имя. Всего крестились девять юных жителей Северского района, а также один взрослый. В конце обряда крещения каждому ребенку организаторы мероприятия вручили памятные подарки. Уже стала традицией на протяжении пяти лет, к дню праздника Святых Петра и Хирургии, мы помогаем семьям, те, которые попали в трудную жизненную ситуацию, с маленькими детками, у кого есть, провести обряды крещения. Обряды крещения проводим в наших северских храмах, вот сегодня состоятся здесь, в северском храме. И сегодня девять деток, как сказал батюшка, обрели своих ангелов. Христианство наряду с другими основными конфессиями является основой, на которой строится современное общество. Вера помогает человеку справиться с любыми трудностями и обрести духовное здоровье. В Северском историко-краеведческом музее обсудили актуальные вопросы поддержки народных промыслов. В районном семинаре приняли участие руководители учреждений культуры, кружков и студий, мастера декоративно-прикладного искусства, представители управления культурой и управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы. Семинар уже успел стать доброй традицией. У каждого мастера свой неповторимый почерк и стиль, но продуктивное общение с другими дает возможность не стоять на месте, а открывать для себя новые горизонты творчества, учиться чему-то новому. Я занимаюсь изготовлением украшений из полимерной глины, из запекаемой полимерной глины. Я делаю бижутерию, то есть колье, серьги, кольца, браслеты, то есть все для наших прекрасных девочек. Кроме этого, я занимаюсь изготовлением украшений из натуральных камней и меди. Недавно я стала заниматься украшениями со Сваровски, с камнями Сваровски. Я в этом году зимой стала участником международного конкурса при поддержке Сваровски. Участвовала в категории сумочки, дошла до полуфинала со своим украшением. Со Сваровски работать очень интересно, очень занимательно. Получаются самобытные и невероятные украшения. И поэтому я продолжаю с ними работать и создаю как конкурсные работы, так и более простые для отношения в обиходе. Самым активным мастерам вручили благодарственные письма за вклад в развитие культуры Северского района. Также все присутствующие на встрече получили сертификат об участии. А мастер декоративно-прикладного искусства Сергей Борисовский провел мастер-класс по изготовлению изделий из глины. На этой неделе в зале районной администрации состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования Северский район с целью обсуждения предстоящей пенсионной реформы. Проект пенсионной реформы предложен правительством Российской Федерации и вызвал горячую дискуссию среди избирателей и населения страны. На заседании присутствовали 28 представителей депутатского корпуса. Необходимость реформы осознают все. Возраст выхода на пенсию был установлен в нашей стране более 50 лет назад. И за это время произошли огромные изменения в демографии, экономике и социальной сфере. Кроме того, надо помнить, что соотношение между работающими и пенсионерами за последние 50 лет снизилось почти в два раза. Но предложенный проект требует доработок. По завершению заседания принято направить на рассмотрение следующие предложения. В календарном году пенсионный возраст увеличивать не более чем на полгода. В целом же не увеличивать пенсионный возраст женщин более чем на 5 лет. И закрепить в федеральном законе обязательства государства о том, что на момент окончания пенсионной реформы размер пенсии по старости должен составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда. Напомним, Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В проекте указано, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тысячу рублей в год. Продолжение следует... Продолжение следует...